Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 2 декабря. Я остановлюсь на ситуации за прошедшую неделю и на тех вопросах, которые поступили мне за эту же истекшую неделю. У нас сохранялась в этот период высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, и в среднем мы в день регистрировали до 190 случаев COVID-19. Детей при этом меньше, но взрослых гораздо больше. И по цифрам мы видим, что у нас плюс коронавирусной инфекции идет, конечно, и серьезный подъем, сезонный подъем острых респираторных вирусных инфекций. По тяжести заболевания в общей массе заболевших, именно подтвержденных лабораторно-коронавирусной инфекцией, доля тяжелых и средне-тяжелых форм заболевания даже снизилась. У нас за прошедшую неделю менее 1% составляли лица с тяжелым заболеванием и около 6% средне-тяжелых, то есть в среднем 7%. А раньше у нас с тяжелыми и со средне-тяжелыми формами в общей доле болеющих составляли около 10%. То есть в процентном отношении вроде бы показатели лучше, но понимая, что заболевших стало очень много, болеющих очень много, Поэтому в абсолютных цифрах эти числа растут, и людей, которые болеют и которые требуют госпитального лечения, становится реально много. Они занимают в основном, не в основном, а исключительно средне-тяжелые и тяжелые в течение заболеваний, проходят лечение в госпитальных условиях, в Нижнем Новгороде или в нашей больнице. Коек развернуто достаточное количество, оснащены необходимым оборудованием. Сейчас есть понимание, что нужны дополнительные медики, и они приехали к нам и оказывают помощь именно в госпитальных условиях. Я думаю, что на этом остановятся и более подробно расскажут сотрудники медицинской нашей организации. А, конечно, вот такое количество оставшихся на лечении дома – это большая нагрузка для нашей амбулаторной части. И вот в этой части очень много вопросов было. Сразу по ходу буду говорить о вопросах. Мне говорят, ну какое же это лечение, мы остались дома, к нам нет возможности часто приходить сотрудникам, медицинским работникам. У нас нет возможности приобрести дополнительно нужные нам лекарственные средства. В общем, ужас-ужас. Я специально ходила вчера в аптеку, и до этого много раз я мониторю этот момент. Конечно, перебои бывают, но все-таки арсенал противовирусных средств достаточный сейчас в наших городских аптеках. Капли в нос, которые прописывают наши медицинские работники, если нет именно тех, которые выписывает врач, то есть их аналоги. У нас есть поливитаминные препараты. У нас не хватает, может быть, антибиотиков. Но я специально отвечая на вопросы, которые поступали лично мне, хочу сказать, что, во-первых, антибиотики бесконтрольно принимать нельзя. Более того, они противопоказаны лечению антибиотиками на первых этапах заболевания. Поэтому я думаю, что если вопросы с антибиотиками возникают, я думаю, что вы всегда сможете связаться с нашей клинической больницей. Тем более, что уже сейчас вступает в права вот эта программа бесплатного обеспечения медикаментами лиц, находящихся с диагнозом коронавирусной инфекции на амбулаторном лечении, которые эти лекарства могут получать. Поэтому вот с медиками связывайтесь, и я лично вот в этой части проблем больших не вижу. Потому что лечение легких форм проходит хорошо теми средствами, которые в аптеках есть. Если требуется иное лечение, то, конечно, обращайтесь к врачу. Второй блок вопросов в этой части ко мне адресованных. Что делать, к нам еще не пришел врач, мы плохо себя чувствуем. Ну, сотый раз отвечу, все то же самое. Если становится плохо, нужно вызвать скорую помощь на дом. И другого варианта у вас нет. Дальше. Следующий показатель у нас, кроме тяжести заболевания, это возрастной состав заболевших. Я уже сказала, что в основном у нас болеют взрослые люди. И если сделать срез заболеваемости по взрослым и сравнить его со средним многолетними заболеваниями остро-респираторной вирусной инфекции, то мы видим, что эпидемический порог превышен у нас примерно в полтора по некоторым возрастным группам в два раза. То есть остро-респираторные вирусные инфекции вышли на высокий уровень сезонный. Но чем он сейчас плох, этот наш подъем? Именно тем, что он, как правило, обусловлен именно коронавирусом. То есть большая доля заболевших остро-респираторными вирусными инфекциями – это именно больные коронавирусом. И такая ситуация у нас на всей территории Российской Федерации. Поэтому если мы не имеем точный диагноз COVID-19, но имеем остро-респираторную вирусную инфекцию, то практически на всех наших территориях мы потенциально можем предполагать, что человек болен COVID-19. Именно поэтому больничные листы достаточно продолжительны. Именно поэтому у нас сейчас идет понимание, что все лица с острыми респираторными вирусными инфекциями должны быть на лечении дома, не должны ходить на работу, не должны ходить в гости на любые другие мероприятия. А если куда-то вдруг срочно они вышли, как мне говорят, но в аптеку уже они могут выйти, если у них нет диагноза коронавирусной инфекции, в аптеке у нас идет обслуживание только в средствах индивидуальной защиты. Вот именно поэтому сейчас у нас повсеместно, по всей стране, меры профилактики должны соблюдаться везде, а не только там, где стоит диагноз коронавирусной инфекции. Следующий показатель – летальность. В процентном отношении он по-прежнему у нас на уровне 0,5%, но опять в числовом выражении эта сумма достаточно большая. За неделю у нас умерло в городе от коронавирусной инфекции 12 человек, 6 мужчин и 6 женщин. По возрасту только 2 человека у нас не входят в зону риска. Мужчина 55 лет и женщина 58 лет. Остальные, посмотрите, по возрастам 65, 73, 77, 78, 84, 85, 86, 87 и 2 человека 88 лет. То есть по-прежнему группа риска по возрасту. И абсолютно у всех умерших были сопутствующие, сочетанные или, чтобы было вам более понятно, множественные сопутствующие заболевания. То есть у каждого из умерших есть как минимум, было уже теперь, как минимум 2 серьезных заболевания, которые вводило их в группу риска. Я еще раз их назову. Еще раз будьте внимательны, те, у кого этот диагноз есть, чтобы меры профилактики в отношении тех, кто этим больны, соблюдать с особой тщательностью. Еще раз. Сахарный диабет, гипертония, церебральный и кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца. И вот у молодого мужчины, но относительно молодого умершего, была очень серьезная хроническая почечная патология, которая не дала тоже ему возможности выкарабкаться из заболевания на фоне развивающейся патологии еще и такой полиорганной недостаточности развивающейся. Поэтому по группам риска мы видим, что среди групп риска идет большее количество заболеваний. Мы видим, что заражения у них часто проходят именно по месту жительства. И в этой части у меня тоже было много вопросов. Меня спрашивают, почему я, вот такой-то человек, находящийся в группе риска, проживаю совместно с сыном, с дочкой, неважно, с каким-то своим родственником. Он заболел, и ему не делают тест. Вот тест у нас не панацея. От того, что будет готов тест у вашего родственника, у человека из группы риска, заболевание никуда не уйдет. Он точно так же будет находиться с ним в контакте. Еще раз хочу вас всех настроить. Вот сейчас такая пора, когда у нас везде растет заболеваемость, абсолютно везде. Когда не на всех территориях есть возможность сделать тесты. Когда есть понимание, что потенциально каждый может быть болен коронавирусной инфекцией. Что значит защитить свою группу риска? Это не значит, что сделать тест, тем более, что он может быть ложно-положительным или ложно-отрицательным. Защита групп риска заключается в соблюдении мер предосторожности. Раз. Второе. Это обязательное. Если есть возможность, значит нужно исключить совместное проживание. У некоторых такие возможности есть, они их используют. Я это всегда приветствую. Конечно же, они должны жить отдельно от больных своих родственников. Третье. Если нет такой возможности, значит выделяем отдельную комнату. И начинаем так называемую экстренную профилактику. То есть неважно, сделан или не сделан тест у вашего родственника, совместно проживающего с признаками ОРВИ. Человек из группы риска должен, посоветовавшись с врачом, принимать экстренно профилактическое лечение для того, чтобы не заразиться. Вот в чем суть профилактики, а не в тестировании. Вот еще раз хочу довести до вас эту мысль. Ну и, конечно же, совсем не время сейчас лицам из группы риска куда бы то ни было выезжать. С этим связан еще один вопрос. Мне задают такие вопросы. У нас такая плохая заболеваемость. Я вхожу в группу риска. Я принял решение, что я уезжаю из города и буду проживать там-то. Дальше варианты. Значит, одни предлагают варианты дач. Вторые предлагают варианты своих родственников в ближайшем наших регионах, рядом с нами расположенных. Есть лица, которые хотят уехать. У них есть такая возможность и желание куда-то к яркому солнышку, где ультрафиолета много, где, как им кажется, заболеваемости меньше. Там звучат самые разные страны, которые не закрыты сейчас для посещения. Вот для всех у меня примерно одинаковый ответ. У нас соблюдать все меры профилактики можно в любом из этих мест. Я считаю, конечно же, можно их соблюдать и на Канарах, их можно соблюдать в Вознесенске, их можно соблюдать в Первомайске, в городе Сорове на своей даче тоже. Их можно соблюдать везде. Но только нужно помнить, что их нужно соблюдать. Это первое. Второе. Сама поездка часто влечет опасность заражения. То есть пока мы доедем до нашего лакомого места, где мы считаем, что все спокойно и там все тихо. И когда вернемся оттуда, вот здесь есть тоже большой риск. Потому что до большинства мест мы не можем доехать на своем личном автотранспорте. Это включаются автомобильный транспорт, самолеты, поезда. Вот там, как бы мы ни соблюдали меры, закрытые пространства, с невозможностью их сейчас достаточного проветривания, достаточного обеззараживания воздуха, могут быть теми местами, где лица наши из группы риска, мы сейчас про них в первую очередь говорим, могут заразиться. И, наконец, третий ответ всем тем, кто задает эти вопросы. Очень важно понимать, что там, куда вы приехали, могут быть точно такие же люди, либо малосимптомно болеющие, либо болеющие ОРВИ, но не имеющие теста. Особенно это касается родственных связей. Особенно приезжают в город Энск, не будем называть какой, и считают, что раз не выставлены диагнозы, и раз не наблюдается картина высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в этом городе, то все остальное не имеет за собой никакой опасности. Или второй вариант, тоже был такой вопрос, мы приехали к своим родственникам, у них было легкое покашливание, но они сделали тест, у них тест был отрицательный. Вот это вообще с тестами отрицательными, это вот вообще просто песня в том плане, что создалась порочная практика, что если у кого-то есть отрицательный анализ тестирования, то считается, что даже при наличии заболевания он абсолютно безопасен. Во-первых, тест говорит о наличии антигена COVID-19 только в день его заболевания. Откуда вы знаете, что у него случилось на следующий день? Через день, через два, через три, это во-первых. Во-вторых, у нас есть такое понятие, как когда вирус спускается ниже, вот он сначала у нас в носоглотке, и мы методом нашего мазочка, берется глубоко из носоглотки и из ротоглотки, его там определяем, а потом с течением заболевания этот вирус спускается ниже, в бронхи и ниже в легкие. И тогда он методом ПЦР, мазочком, не определяется. Но при кашле человек такой, кашляющий из легких, этот вирус на вас, выкашливая, может вас заражать. И сам таким образом может болеть. Вот я предлагаю всем еще раз понять, что тесты делаются не для того, чтобы разрешить болеющим людям общаться с посторонними лицами, не для того, чтобы решить вопрос, что раз у меня тест отрицательный, то все остальное не имеет значения, я буду встречаться со своими родственниками, в день рождения, свадьбах и прочих праздниках без мер профилактики. Вот это ответы на огромный блок вопросов, касающихся того, куда мне поехать и как мне в других местах с помощью тестирования, в том числе, спрятаться от заболевания. Следующий блок вопросов, касающийся примерно этого же, это возвращение после отдыха. Вы знаете, что лица, возвращающиеся у нас из-за рубежа, в трехдневный срок обязаны сдать анализ, выложить эту информацию через госуслуги на специальном портале. И тогда они, во-первых, для себя спокойно, что они съездили и не заразились. И, во-вторых, они выполнили нормы закона, и закон послушно, все. После этого они спокойно кто на работу выходит, кто куда. Вот давайте здесь еще сделаем с вами акцент и будем это понимать. У нас такие случаи в городе есть. Вот приехал человек N из страны X, сделал анализ. В течение первых трех дней отрицательный вышел на работу. Дальше в догонку приходит сообщение через неделю, не раньше, как правило, из Роспотребнадзора, что он совместно ехал с человеком, еще там назовем его Y, таким-то транспортом совместно. И поэтому он находится в зоне риска, может заболеть. Мы помним с вами прекрасно про 14 дней периода, когда мы можем не проявляться, может, заболевание, и не выделяться, и мы после этого инкубационного периода можем заболеть. Вот ровно так получается, когда заражение происходит при возвращении с места отдыха или работы откуда-то с иной территории. То есть человек сдал анализ, все его воспринимают как чистого, более того, они, как правило, эти люди настолько рады, что все это прошло благополучно, перестают соблюдать меры профилактики. И вот они спустя уже три дня, допустим, прошло, они сдали анализ, проходят еще недели, они становятся заразными уже. И хорошо, если мы выявляем их на этом этапе, потом у них появляется заболевание. За это время они успевают заразить. Это опять все о том же, что меры профилактики применяются всеми, всегда, повсеместно, невзирая на тестирование, невзирая на месте пребывания и невзирая о своем самочувствии. Вот для чего вводится это во всей стране, понимание вот этих вопросов. Итак, значит, мы с вами проговорили про летальность и про наших, к сожалению, умерших 12 человек, про зону риска, которую мы бережем вот именно таким образом, на всех этапах, везде и повсеместно. Ну и следующие вопросы, они касаются чисто тестирования. Я о них уже вот сейчас много проговорила. Вот давайте сначала по цифрам. Значит, за неделю в среднем в день мы делаем 670 анализов лабораториями Центра гигиены и клинической больницы. И плюс еще анализы, которые выполняют у нас на платной основе, ну, в основной своей массе гемохелп. Это еще примерно 100 анализов в день. Иногда больше, иногда меньше. То есть, где-то к 800 анализов выполняется ежедневно. При этом все сети, социальные наши звонки, которые мне поступают, мнения, разговоры, идут вокруг одного и того же. Слишком мало тестируем. Товарищи, да мы слишком много тестируем. Мы неоправданно много тестируем. Вот такого уровня тестирования нет ни на одной территории. Вот чтобы для понимания, что в законодательной базе указано, что тестировать нужно лиц болеющих, начиная от средней тяжести, вот только если им тяжело начинают тестировать, чтобы понять, какое подключать дальше лечение. Дальше идет тестирование ОРВИ у групп РИСКа, про которые я говорила, потому что группы РИСКа сразу могут давать такое тяжелое течение. И дальше идет еще тестирование у лиц, которые точно были в контакте с заболевшими и начинают сами показывать признаки ОРВИ. И мы точно знаем, что они из очага. Все. По законодательству все. У нас, если мы переведем это в цифры, вместо 800 человек, у нас таких в течение дня в городе бывает максимум 100-200. Вот максимум. Больше таких лиц у нас нет, судя по тому, сколько у нас госпитализировано и сколько у нас лиц из групп РИСКа. И именно такой уровень установлен законодательством. Он ориентирован как раз на то, что действительно происходит на территориях. Вы знаете, что в законодательной базе написано, что на 100 тысяч населения нужно проводить 200 тестов в день. В среднем в пересчете за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Поэтому мы как раз с вами не мало, а очень много тестируем. Что нам это дает? Нам это дает, с одной стороны, в положительный момент, нам это дает большое количество выявленных больных на ранних стадиях заболевания, в доклиническом этапе или в раннем клиническом этапе. Для того, чтобы правильно сориентировать их лечение, для того, чтобы они уже могли, будучи на больничном, а не на работе и не в своих коллективах быть. Чтобы сориентировать их родственников, чтобы сориентировать работодателей. У нас выполняется огромное количество анализов для лиц, которые возвращаются из командировок. Если мы говорим о ВНЕФе, то это лица, которые еще и возвращаются из отпусков на свои рабочие места, для того, чтобы у нас в таком крупном градообразующем предприятии, в больших коллективах, не было вспышечной заболеваемости. И эту задачу мы хорошо решаем. У нас нет сейчас вспышек больших, за которые бы мы боялись. А поскольку у нас есть понимание, что даже лица из групп РИСКа сейчас работают на некоторых производствах, потому что это люди уникальные, которые обладают знаниями, навыками, которые нужны стране. Они работают на критически важных объектах. И, конечно, для них в том числе у нас сейчас идет такое тестирование. Но вот по уровню тестирования с нами могут сравниться разве только по стране, что атомные электростанции. Потому что люди понимают, что если возникнет большая вспышка среди работников атомной электростанции, целые станции выйдут из строя, то мало никому не покажется. Вот разве что с ними мы можем сравниться. Больше нигде этого нет. И это положительный момент. А отрицательный момент, этого же самой обратная сторона медали, это паника среди людей. Какой ужас! У нас во всей Нижегородской области в день заболевает 400 человек, а в одном нашем Сарове 200? Так вот где рассадник заразы. Так вот, наверное, в Сарове что-то ужасное творится. Вот она основная заболеваемость. Значит, мы с вами основной рассадник для области как минимум, а может быть и для всей России, наверное, в целом. Так, наверное, можно сделать себе выводы, если просто смотреть на цифры, не анализируя их и не коррелируя их с уровнем тестирования, с течением заболевания, с летальностью, с госпитализацией и так далее. Поэтому вот этот наш высокий уровень тестирования в своей отрицательном моменте дает страх у населения. Вот страх. И поэтому есть понимание, что если я сейчас тест сделаю, то я спасен. Если у меня тест покажет отрицательный результат, вот оно счастье. А если положительный, ложись в гроб и помирай. Вот примерно так, вот такими словами, я не утрирую, примерно такими словами мне говорят люди, звонят, вот так со мной разговаривают. Поэтому я, отвечая на этот большой блок вопросов, хочу еще раз сказать. Значит, у нас на сегодняшний день 93% кому установлен диагноз – это лица с легким течением, которым не требуется, чтобы рядом сидел доктор, который держит их за руку. Чтобы было какое-то не прямо вот супер лекарство, которое бы их спасло, иначе они завтра погибнут. Чтобы рядом непременно стоял полицейский, который не выпускал бы их на улицу, потому что иначе все вокруг, все тоже сразу, все заболеют и умрут. Вот понимаете, вот этой паники быть не должно. 93% – это легкая форма. У нас из года в год, осенью и весной, идет подъем острых респираторных вирусных инфекций, даже не с таким, а с более тяжелым течением, который спокойно люди переносят на ногах. Хотя я с этим каждый раз борюсь, но побороть никак не могу. Слава богу, хоть ковид у нас заставил людей следить за своим здоровьем и лечиться, а не на работу ходить заражать. И каждый год все проходит спокойно. А в этом году прям кошмар-кошмар. Я сегодня засопливил, а завтра я подниму на уши всех медиков, почему около меня не стоит доктор и не выписывает мне суперантибиотик, который завтра за один день меня вылечит. А уж если при этом еще и тест не сделали, то можно уже и писать жалобу президенту. Вот, товарищи, я не знаю, как еще донести до вас эту информацию, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют. Значит, наша коронавирусная инфекция – это острая респираторная вирусная инфекция, которая представляет опасность для группы риска 65+, или меньше, но сопутствующей сочетанной множественной патологии. Вот в отношении этих лиц нужно особенно быть внимательным. И, конечно, если такие лица у нас лечатся дома, чуть что не стесняться вызывать скорую помощь. Да, они приедут, да, они померят сатурацию, да, они посмотрят, что в легких, и да, они направят, если что, в больницу. По больнице тоже очень много вопросов. Причем прямо противоположных. Одни не хотят туда ехать, потому что они боятся заразиться. Чем они там еще могут заразиться, я не понимаю, потому что у нас на ковидных койках лежат только ковидные больные. Чем они там еще могут заразиться, непонятно. А вторая, ровно другая половина, которая, наоборот, хочет попасть на эти койки, потому что боится остаться дома без помощи. Вот эти вопросы, и те, и другие, легко обсуждаемые со своими медиками. Я думаю, что тут мы как раз с вами понимание и общее найдем. И опять в отношении только группы риска я бы вела отдельный разговор. С остальными все проще. Ну и, конечно, еще раз хочу сказать про тестирование, о нем сейчас с вами говорим, что отрицательный результат анализа, и он не гарантирует, что человек не заболеет завтра. А у нас ведь что происходит? Я сегодня получила результат с отрицательным анализом, а завтра я уже прихожу на работу и как минимум неделю, и ношу маски совершенно. Радуюсь, что я отрицательный, и неделю считаю, что у меня праздник, зову к себе гостей, со всеми общаюсь. У нас 14 дней инкубационный период. Вы вчера были отрицательные, завтра, может быть, вы уже положительные. Это опять к тому же. Все. На все вопросы ваши, уважаемые товарищи, я ответила, переходя уже к выводам. Первое. Опасность заражения сохраняется у нас на высоком уровне, причем повсеместно. Поэтому меры профилактики нужно соблюдать повсеместно. Второе. Заболеваемость увеличивается во всех регионах. Поэтому ограничительные меры сейчас вводятся во многих субъектах Российской Федерации. И в первую очередь это актуально для традиционно многопосещаемых городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород для нас, самый ближний, тоже многопосещаемый. И люди, вырвавшись на эти территории, у них начинается эйфория. Они думают, что они попали в чистую зону, что там все спокойно и все чисто. Значит, поэтому второй большой вывод – это по возможности сократить, а может быть даже для кого-то это возможно, и совсем отменить такие поездки. Если вы их планируете, все-таки такие поездки, то помните о том, что наиболее опасные места – это общественный транспорт, магазины, общепит, наш общепит. Поэтому там меры профилактики особенно значимы. И, наконец, третий вывод – это ожидаемые нас новогодние праздники. Конечно, праздники – это позитив, конечно, это праздники – это встречи со своими родственниками. Помним о том, что нужно стараться избегать любых массовых мероприятий. Сейчас они в основном будут везде отменяться. И о том, что меры профилактики нужно соблюдать даже со своими близкими. Я надеюсь, что, несмотря на прогноз, который сделал Минздрав и Роспотребнадзор о том, что у нас до конца декабря будет еще подъем коронавирусной инфекции, и потом только мы выйдем на плату, и может быть некоторый спад. Но я все-таки надеюсь, у меня есть такие предпосылки по нашим цифрам, что мы с вами к Новому году уже точно будем, если не на плато, то может быть даже уже и на снижении. Я рекомендую всем сохранять спокойствие. Я рекомендую всем заболевшим оставаться дома. Звоните, не нервничайте, будьте спокойны. И всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok